Приветствую вас, Виктория. Давайте мы с вами разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вы пишите, у меня трудная ситуация, я не знаю, как мне поступить, лучше поступить. Здесь уже кроется противоречие. Поясню, какое, да, поясню, какое противоречие здесь кроется. Значит, если вы говорите о том, что вам, как вам лучше поступить, то есть лучше поступить, именно лучше поступить, это всегда определенная оценка, то есть лучше для кого, лучше по отношению к кому. Ну, вот, ну, например, поступать, да, лучше по отношению к кому поступать. Лучше, значит, опять же, для кого. То есть это все вот такие истории, которые нужно разбирать, да. Ну, просто потому, что в оперативном случае вы так всегда будете ориентироваться непонятно на кого в своем поведении, да. Вот. И, собственно говоря, ну, ничего хорошего из этого просто не будет, просто не выйдет. Вот. То есть мне кажется, что здесь первый и ключевой аспект ситуации вашей. Дальше, вы говорите, что мужчина работает тренером, я тренируюсь, но не у него. То есть тут, конечно, сразу встает вопрос. Да, если вы обратили внимание на, значит, какого-то мужчину, да, если он вам приглянулся, вот, то по какой причине вы не попросились к нему? Ну, к нему, да, ну, к нему, например, допустим, тренироваться, ну, если он вам понравился, да. То есть, ну, то есть, ну, это же нормально, да, это же естественно, что вам кто-то понравился, и вы хотели бы с этим человеком, ну, как-то вот, ну, может быть, поближе, да, познакомиться там, поближе. Пообщаться, повзаимодействовать, тем более, что вроде бы вы говорите, что он вам понравился, и так далее. То есть здесь, конечно, не совсем понятно, по какой причине вы тренируетесь не у него, ибо если я правильно все понимаю, да, то вы вполне вольны выбирать того, с кем вам работать. То есть здесь, соответственно, либо ваша неручительность, либо страх, либо определенная гендерная позиция, которая, ну, исключает какую-либо активность по отношению к мужчине. Значит, постоянно смотрит, пишите вы, проявляет знаки внимания. То есть давайте мы с вами, пожалуй, тоже уточним, да, уточним. Вы говорите, что он проявляет знаки внимания к вам. А какие именно знаки внимания он к вам проявляет? То есть, что вы сами понимаете, что вы сами понимаете под знаками внимания? Это важно. Это важно. Это важно, чтобы не было путаницы, да, определенного рода. То есть, чтобы вот и вы, да, и мужчина, чтобы вы понимали, что происходит. А не так, что может быть он ведет себя как-то, ну, определенным образом, да, а вы это интерпретируете, значит, по-своему. Вот мне бы не хотелось, да, то есть очень много отношений разрушается именно из-за этого, из-за того, что люди не умеют правильно дешифровывать то, что, собственно, происходит. Ну, то есть, понятно, почему, потому что есть какие-то свои потребности, есть какие-то свои желания, да, то есть все это не способствует какой-то, ну, какой-то стабильности, да, здравомыслию, значит, в отношениях. И так далее. Вот. То есть, определитесь со знаками внимания. Что это, что они из себя представляют, что вы понимаете под знаками внимания, да. Вот. Это важно для того, чтобы выстраивать дальнейшие отношения с вами. Да. Дальше. Вы говорите, что вам мужчина тоже нравится. Хорошо. Если вам нравится мужчина, да, то, соответственно, ну, наверное, вы свою симпатию как-то, как-то хотите ему показать. И вот здесь встает очередной вопрос. Показываете ли вы ему свою симпатию или нет? Если нет, то по какой причине нет? Если да, то как вы это делаете? Ну, то есть, каким конкретно способом, каким конкретным путём вы показываете ему, что, ну, вот, мужчине, да, что он вам нравится, что он вам, значит, по душе, что у вас есть к нему симпатия и так далее. То есть, это, опять же, тоже очень, очень важный момент, если вы хотите принять какое-то решение, да, ну, просто вот решение, например, о будущем, да, решение о будущем ваших отношениях, например. Дальше. Так, когда мы едем на спортивный сбор и ездим, опять же, постоянно смотрит, не понимаю, с чем это связано, но хотел бы с ним отношений. Виктория, ну, я вам здесь могу сказать, что у меня несколько странное впечатление откладывается о том, как вы это воспринимаете. Вы не находите связи между тем, что вы хотите с ним отношений и тем, что вы не совсем понимаете, что значит его поведение. То есть, вот, вы не видите связи в этом. На мой взгляд, она есть, эта связь. В связи заключается в том, что мужчина, вероятно, также проявляет к вам симпатию, также имеет, по крайней мере, к вам симпатию, вот. Мужчина не решается ее проявить, ну, по тем или иным причинам, да, то есть здесь, в принципе, не имеет, в общем, большого значения, по каким именно причинам он не проявляет своей симпатии к вам, но тем не менее. Вот, он не обещается ее проявить, вот, и, собственно, поэтому у вас все пробуксовывает. И, опять же, опять же, вопрос, который я хочу вам задать. Вы, правда, не понимаете, что это значит? Или вы понимаете, но по той или иной причине, ну, например, боитесь поверить в то, что вы можете быть, например, любимой? Или вы понимаете, но боитесь пропустить человека к себе? Потому что, признаться честно, довольно с трудом верится, что вы действительно не понимаете, что происходит. То есть, ну, если бы вам было, скажем, десять лет, тут, конечно, да, тут было бы, в принципе, вполне. Понятно, что нет опыта, но в вашем случае ситуация такова, что очевидно, что опыт у вас есть, очевидно, что вы взрослая женщина, вот. И здесь, конечно, странно. То есть, я думаю, что, скорее всего, имеет место быть просто страх. Перед отношениями страх, если говорить в общем, точнее, если говорить локально, то есть, локально вы боитесь отношений, локально. А глобально проблема заключается в том, что мужчина имеет для вас, ну, скажем так, завышенное внимание, завышенное значение для вас имеет, вот так вот, скажем. И вот, подобное повышенное значение мужчины не позволяет вам вести себя максимально свободно с ним. То есть, вы слишком много значения, слишком много своих желаний, возможно, связываете с ним, ну, вот, с мужчиной как раз. И по этой причине вы не можете себя проявить. По этой причине вы не можете выступить, ну, выступить адекватно. То есть, надо ваш страх снять, значение снизить, чтобы не было гипермотивации, вот, быть в отношениях. И тогда ситуация наладится. Я не понимаю, что там происходит. Почтите вы. Здесь, опять же, эм, ситуация, примерно, та же самая, та же самая, эм, в плане, ну, в плане, в плане того, что, на что это похоже. Да? То есть. А что ещё может с вами происходить в этой ситуации? Вы испытываете, эм, человеку, эм, симпатию. И это, это, в общем и целом, эм, вполне нормально, в общем и целом, это, хорошо, если, если, только, это не какие-то, ну, болезненные отношения, отношения. Да? Вот. И, тут, опять же, эм, момент такой, что, эм, мне, эм, с трудом верится в то, что вы, эм, действительно, эм, реально не понимаете, что с вами происходит. Вот. Вот. Я, скорее, эм, примусь, что вы, понимаете, эм, что с вами происходит, понимаете, вот, но боитесь это признать, эм, ну, по какой-либо причине, вот. Вот. Боитесь просто признать, не хотите, в самом целом. Для нас это, ну, возможно, эм, что-то очень негативное несёт. Вот. Тогда это момент, ну, это момент вот такой. Понимаете? Эм, дальше идём. Эм, вчера он написал мне сообщение в вотстапе, может, это что-то значит? Эм, ну, это значит то, что мужчина хочет быть с вами ближе. Эм, попробуйте понять, а лучше поймите одну важную вещь. Эм, дело в том, что ваши эм, 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 цели, эм, в отношениях. Да? То есть, ну, вот, для чего вступает в отношения он и для чего вступает в отношения вы. А может различаться? Могут. Различаться. Ваше цель. То есть, мужчина, эм, может, эм, просто воспринимать это, эм, знаете, как, эм, ну, как, например, например, игру, или как, например, развлечение, или как, например, эм, что-то несерьёзное, или как, например, эм, временное. Понимаете? Какой момент? И вам это, вот это, вам необходимо учитывать, эм, для того, опять же, чтобы не нарваться, чтобы не разочароваться, эм, ну, вот, по итогу, по итогу. Поэтому, да, он вам написал. Да. Он вам написал, да. Эм, супер. Но не торопитесь радоваться. Да, не торопитесь думать, что у мужчины всё, он ваш, и хочет быть с вами, и будет теперь, эм, только с вами, и так далее. Общайтесь, взаимодействуйте, взаимодействуйте, эм, сближайтесь с ним, с ним, если угодно, если угодно сближайтесь с ним. Да? В этом нет ничего плохого. Ну, смотрите на его отношение, эм, к вам. Эм, если вам оно не понравится, эм, по какой-либо причине, вот, то вам нужно сразу давать ему отворот-поворот. Самый старопротивный случай, вы рискуете, эм, вступить, эм, в отношения, эм, которые, ну, для вас ничем, эм, хорошим не закончатся. Вот. У него могут быть свои цели, у вас, эм, соответственно, свои цели. Да? И, понятное дело, что, нужно иметь, хорошее, эм, представление о том, эм, какие всё-таки, эм, цели именно у вас. Да? Ну, просто-просто, потому что, эм, без этого, вы не сможете построить ни одни отношения. Эм. Эм. И я думаю так. Потому что, ну, понимаете, эм, вот, если вы с ним, эм, если вы сейчас, эм, с ним, допустим, сблизитесь, да, эм, ну, например, эм, чересчур, эм, быстро, эм, то есть, эм, ещё раз, эм, повторю, большая вероятность, эм, того, что, эм, всё это, эм, больно ударит, по вам. Вот. Ну, я не думаю, что вы этого хотите. Вот. Поэтому, вначале, вам нужно обезопасить себя. Это важно. Да? Вот. То есть, понять, что вы хотите от мужчины, эм, увидеть, чего вы ожидаете от него. Вот. Ожидаете ли вы вообще от него чего-либо, да, то есть, эм, может быть, вы и не ждёте ничего от него, то есть, эм, может быть, что, но, судя по тому, как, как вы реагируете, я полагаю, что вам что-то, вам всё-таки что-то нужно. Вот. И вот только после, только после того, как всё это будет вами изучено, после того, как вы будете понимать, эм, допустим, ну, допустим, эм, себя, вот, эм, эм, хорошо. А только после, после этого, эм, вы можете, эм, идти с ним на сближение. Вот. А в противном случае вы слишком, 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 слишком рискуете, вот, и если у вас, эм, есть, допустим, эм, эм, ну, какие-то, эм, проблемы, да, то есть, ну, есть, например, страх какой-то, да, неуверенность, эм, себе, эм, вот, и так далее. Эм, что, всё, всё это, эм, вот, то, что у вас, эм, надо сказать, есть или может быть, эм, всё это рискует просто-напросто, эм, ещё больше обостриться. Вот. Ну, а пока мужчина, да, пока мужчина проявляет к вам, эм, симпатию, вот, пока мужчина, эм, явно, эм, хочет, хочет сближения, вот, чтобы это не значило. Эм, эм, он, эм, заметил, он заметил, что вы обратили на него внимание, вот, он заметил, что вы его выделяете, вот, и, соответственно, эм, решил вам написать. Ну, как, наверное, сделал бы, эм, любой человек, да, любой, эм, мы, ну, любой мужчина, эм, на его место, вот. Ну, потому что, если видишь, что женщина обращает на тебя внимание, ну, соответственно, нельзя проходить мимо. Тем более, особенно, если он, там, эм, ну, свободен, да, или что-то, что-то типа того. Вот. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...